Добрый день, уважаемые зрители канала Двигатели Дойнова и все участники проекта Сегодня вы увидите очень интересный сюжет, какой вы узнаете чуть позже. А в гостях у нас Алексей Александрович Казарцев. Инженер, изобретатель и хороший человек. Здравствуйте. Здравствуйте, Александр. Здравствуйте, дорогие зрители. Очень рад наконец до вас доехать. Мы тоже очень рады, что наконец эта встреча состоялась, потому что на самом деле, уважаемые зрители, она должна была состояться еще до, так сказать, времен плохой погоды. Но как-то вот не сложилось. Расскажите, с чем же вы к нам сегодня приехали и что интересного покажем и расскажем. Ну, собственно говоря, с чем я к вам приехал. Я к вам приехал на таком интересном транспортном средстве. Не с чем, а на чем. На таком интересном транспортном средстве, которое называется гиромобиль. А если назвать точнее, то это узкий городской электрический трицикл с цифровой системой стабилизации. Это проект, который мы с нашей командой реализуем с 2011 года. Собственно говоря, корни этого проекта растут из московских пробок. Я живу на проспекте Мира, у меня есть моя личная пробка, вот эстакада мимо ВДНХ. И я как-то в ней провел полтора часа. Я исплевался, мне это надоело. Я решил купить мотоцикл. Я его купил. Это было в конце нулевых годов. Большой красивый мотоцикл, но оказалось, что ездить на нем можно только два месяца. Ну или три месяца. Нет, есть, конечно, сильные воины, которые могут ездить полгода, но я к ним не отношусь. Вот, и я подумал, что неплохо было бы иметь кабину на мотоцикле. Это очень хорошая мысль. Да, неплохо было бы иметь кабину на мотоцикле. Ну, соответственно, если кабина, то как сделать так, чтобы он не упал на бок, потому что ногу нельзя выставить? Ну, а дальше уже инженерная мысль пошла работать. Вот, собственно говоря, мы, естественно, обратились к истории, посмотрели, что есть вообще, так сказать, в мире, что было у нас. Так вот, как оказалось, наш проект имеет русские корни. Русские корни принадлежат Петру Петровичу Шиловскому. Когда-то в 1908 году Петр Петрович, это знаменитый российский изобретатель, построил свой первый гиромобиль. Это такое двухколесное транспортное средство, которое стабилизировалось за счет силового гироскопа, который стоял в середине. Кстати, очень интересная личность, то есть я считаю себя прямым наследником Петра Петровича Шиловского. Почему, расскажу ниже. На самом деле, он изобрел свой гиромобиль в России, в Российской империи. Он получил патенты от царя-батюшки, грамоту и посылку подальше. В результате построил он свой гиромобиль в Лондоне. Он катался по Лондону. После революции он вернулся, и был даже интересный такой проект гиростабилизированного поезда однорельсового. Но в 21-м году финансирование у него было КБ, но в 21-м году финансирование прекратили. Он снова уехал в Лондон, работал на фирме, где он выпустил, собственно говоря, свой гиромобиль. Умер в 57-м году, просто инженером работал. Вот, собственно говоря, судьба изобретателя в России. Потом, в случае чего, я вам проведу некоторые параллели с сегодняшним временем. Это тоже было, я думаю, даже важно. А скажите, вот у него было КБ. КБ, посвященное производству и разработке данных транспортных средств, или всё-таки это была уже совершенно другая история? Нет, он вернулся в 1918 году в Россию. И он предложил уже новой власти, советской власти, он предложил построить однорельсовую железную дорогу. Ну, экономически, в общем, всё понятно. Да, ну, минимум в два раза дешевле стоит сама железная дорога. Причём вы бы посмотрели на проекты его поезда. Это вот, ну, как наша ласточка или наш стриж теперь, представляете? Такая штука. Ему действительно выделили КБ, он с 1918 по 1921 год работал. Потом, кстати, курировал его сам Красин. Вот, потом что-то у них там завяло, срезали финансирование. Ну, собственно говоря, и что ему было делать? Его проект не нужен, гиростабилизаторы были не нужны, он уехал. А к тому времени компания, которая вот в Лондоне выпустила его гиромобиль, она уже там начала испытывать трудности финансовые. Ну, и, коллеги, надо хорошо понимать, что тогда пробок не было. Понимаете? То есть, как научное изобретение, да, как, ну, действительно, как новая технология, гиромобиль, безусловно, был интересен. Но такой вот надобности ездить на двух колёсах вместо четырёх, ну, согласитесь, да. Её, конечно же, не было. Вот. Поэтому, собственно говоря, и его гиромобиль попал в музей, а потом его порезали на металл. Потом кусали локти. Сейчас огромная статья Википедии, основоположник. И, кстати, между прочим, он был графом. Вот так вот заодно. И до того, как стал изобретателем, был губернатором Маланецкой губернии. Неплохо, да? Очень интересная судьба у человека. Так что вот таким вот образом. То есть, можно, в принципе, всё бросить и стать изобретателем, да, и уехать в Урюпинск. Вот. Собственно говоря, это вот откуда растут корни нашего гиромобиля. Вот. А, собственно говоря, начал я с того, что я увидел очень интересный проект, который назывался Си-1. Есть в Калифорнии такая фирма, называется Лит Моторс. Её основал такой американец с корейскими корнями Дэвид Ким. Вот. И он выпустил такой очень интересный гиромобильчик, тоже двухколёсный. Внутри два силовых гироскопа, вращающихся навстречу друг к другу. И, собственно говоря, вот я на него посмотрел. Ну, вот, классно, да? А почему бы нам не построить гиромобиль? Да, вот такое простое желание. Вот. Ну, и, собственно говоря, вот мы с командой решили этот гиромобиль построить. Команда у нас в основном программисты. Я сам прикладной математик, кандидат наук. Вот. Ну, и, собственно говоря, в команде в основном тоже математики, но специалисты потихонечку подтянулись. То есть стоит начать чего-то интересное, сразу как вот магнитятся люди, которые, ой, и я хочу, и я хочу, и присоединяются потихонечку. Вот, собственно говоря, мы нарисовали свою первую модель. Ну, сначала, естественно, спроектировали. Есть такой софт, САПР, называется Катя, ДОСО, компания французская. Вот мы нарисовали. Вот. А за гироскопом стабилизирующим обратились к Нурбею Владимировичу Гулия. Нурбей Владимирович Гулия – это тоже выдающийся совершенно изобретатель. Он изобретатель супермаховика. Он его изобрел в конце 60-х годов, а заодно он один из основателей АвтоВАЗа, а заодно он, вот не знаю, сейчас заведует в кафедре или не заведует в МАДИ, доктор, профессор, заслуженный деятель науки и техники. Вот. Все время занимался гироскопами, накопителями энергии на гироскопах. Вот. Мы к нему обратились. Они сделали предварительные расчеты. Его компания сделала предварительные расчеты. Вот. И оказалось, во-первых, что эта схема очень энергозатратная. Ну вот, представляете, внутри вращается или два блина, или один блин весом 15 килограмм. Со скоростью 3000 оборотов в минуту. Просто для того, чтобы оно стояло и не падло на бок. Во-первых. А во-вторых, стоимость вот всей этой подвески гироскопической такая, что получается, что, ну, это запредельная стоимость самого автомобиля. То есть фактически экономически нецелесообразно. Да. Во-первых, экономически нецелесообразно. А во-вторых, технически нецелесообразно. Почему? Потому что, вот, коллеги, представьте, да, вот у вас есть маховик, да, Юла, обыкновенный волчок, да. Он вращается на точке, на одной точке. И он может упасть вперёд, назад, влево, вправо, да. А мотоцикл не может упасть вперёд или назад. Он стоит на линии. Он может упасть только влево или вправо. И зачем нам тратить энергию на то, чтобы стабилизировать его по всем направлениям? То есть достаточно лево-право. То есть достаточно поставить силовой привод, и будет работать. Ну, то есть идея, в общем-то, очевидная. Да, идея очевидная, но всё, ну, дьявол, конечно, скрылся в деталях. Вот. Вот есть формула наклона мотоцикла в зависимости от скорости и угла поворота. Она используется во всяких мотоциклетных игрушках. Так вот, ну, шарообразный мотоцикл в вакууме, да. Вот, собственно говоря, если эту формулу просто пересчитать, вот заложить, поставить обыкновенный процессор, заложить туда эту формулу, да, поставить силовой привод, и процессор будет выдавать, в какую сторону крутить, с какой силой, сколько времени крутить. Ну, чтобы наклонить мотоцикл туда-сюда. Ну, то есть фактически тогда уже записаны определённые результаты, как база данных. Ну, изначально, конечно, мы сказали, что давайте запишем формулу и будем пересчитывать каждый раз. На лету. На лету, да. Кстати, интересный вопрос. Вот сейчас я как раз вам расскажу про наше мышление, как мы мыслим, как мыслит система реального времени. Ну, хорошо, когда у вас шарообразный мотоцикл в вакууме, да. А когда у вас на дороге яма? Вот. То есть вы эту яму пролетели, и тут он вас начал наклонять. Да. Это мне не было интересно. В том-то и дело. Так вот, смотрите, значит, как мыслим мы и как мыслит система реального времени. На самом деле у нас, внутри нас живёт два человека, да. Один умный, но тормоз – это аналитик. То есть он может взять формулу, подставить, посчитать, сказать, наклоняться будем вот так по-эстонски. Вот. А второй – это, собственно говоря, наше аналитическое мышление, наш мозг, да. А второй – он туповат, зато он решение принимает быстро. Если вы выучились кататься на велосипеде, значит, у вас в вашу базу данных записано, и вы уже, вы не думаете, как вам наклониться, вы просто дёргаетесь в сторону, да. Вот поэтому обязательно дальше задайте мне вопрос про мышление мотоциклистов и автомобилистов. Сейчас я это оставлю, а вот в конце, в конце моего рассказа обязательно задайте вопрос. Я, собственно говоря, вот этот крючок всё время там говорю аспирантам, перед которыми выступаю. Вот. Так вот, получается, что если мы будем использовать вот это вот медленного человека, да, если мы просто напишем программу, в которую уроним эту формулу, да, и будем каждый раз пересчитывать, мы просто не успеем посчитать. Мы пролетим эту яму, мы пролетим этот поворот и потом начнём наклоняться. Плюс ещё – это полбеды, понимаете? Плюс ещё – скорострельность самого силового привода. Если маховик тут же наклоняется, тут же реагирует, да, то здесь нам надо, чтобы силовой привод работал с такой скоростью, что он успевает это сделать. Это вот отдельная картина маслом, про которую я вам не расскажу. Я так намекну, но не расскажу. Почему? Потому что это основное наше ноу-хау, да, это вот наш вересковый мёд. Вот. Так вот, значит, и в результате мы пришли к следующему. В результате мы пришли к тому, что мы должны использовать быстрого и туповатого. Обоих. Только быстрого и туповатого. Медленного и аналитического мы использовать не можем. Вот. База данных. Всё очень просто, да. Записываем. Ну вот, условно говоря, если у нас есть две оси – скорость, угол поворота, то мы можем в каждой точке расположить вектор. Да, вектор, то есть он будет состоять из чего? Куда наклонять влево-вправо? Сколько времени крутить? С какой силой крутить? Всё просто. Три параметра, да? Вот это вот будет у нас матрица квадратная. Это будет квадратный тензор. То есть каждый элемент матрицы – это какой-то вектор, да? Куда нам надо крутить, да? Чудесно, да? А дальше у нас появляется третий. Третья ось – это сила, которая воздействует на гиромобиль. Влево-вправо. То есть фактически это как раз-таки внешнее. Это третье, да, это внешнее воздействие. Мимо вас пролетела фура, подул ветер, понимаете, вас дёрнуло. Там неизвестно почему. Там вас бросили камень. Вас дёрнуло, акселерометр сработал, опаньки, это третья ось. Но это ещё третья беда. После этого появляется четвёртая ось. Дорога может быть неровная. Там, где у вас отрабатывает ваш гироскоп. Собственно говоря, вот у меня в планшете, у вас в телефоне есть гироскопы, да? Есть акселерометры, есть магнитометры, да? Неровности дороги, ямы – это гироскоп. Появляется четвёртая ось. Тензор получается четырёхмерный. И это четвёртая беда. Есть пятая беда. Пятая беда – это ваша дорога может быть наклонена. То есть магнитная вертикаль может быть… И это магнитометр. Это пятая. То есть у нас есть как минимум пятимерный тензор. В каждом узле которого у нас располагается какой-то вектор параметров для наклона. То есть база данных тоже получается такая весёлая. Но на самом деле, в принципе, всё это решаемо. Это всё решаемо с невеликими вычислительными мощностями, с невеликими мозгами, с невеликим процессором. Всё это решаемо. Почему? Потому что это просто решаемо в вашем телефоне. Вы поднесли к уху, он у вас погасил экран. То есть всё это, в общем-то… Это всё уже работает. Собственно говоря, это мы сделали. Мы использовали вот эти рефлексы. То есть мы записали в базу данных, мы научили систему рефлексивно работать. И дальше мы воткнулись в быстродействие силового привода. А быстродействие силового привода – это очень такая интересная вещь. Маховик реагирует сразу. А попробуйте сделать так, чтобы у вас сразу среагировал электропривод или гидропривод. Вот в этом сложность точно возникает. Да, да, да. Как мы эту проблему решили, я не скажу. Это наша большая тайна, дорогие телезрители. В чёрном ящике она у нас заключена. Но я вам скажу, я вам приведу вот интересную аналогию. Когда-то авиаторы решали проблему, авиационные инженеры решали потока срыва потока с концов крыльев. Что они только не делали. Там механизацию крыла, там неизвестно что. В конце концов был такой инженер, его звали Луи Грацер. И он в 90-е годы предложил вот такие вот законцовки крыльев. Винглеты, так называемые, плавные законцовки крыльев. Он их запатентовал, он получил 100 миллионов долларов за свой патент. Всего лишь. Покажите сейчас какому-нибудь, извините, любителю копирования и слизывания чужих инженерных решений. Покажите это дело, скажите, вот. И всё. И Луи Грацер остался бы нищим. Точно так же в чёрном ящике, который стоит сзади в нашем аппарате, стоит точно такой же винглет. Точно такие же законцовки. Представьте себе силовой привод, которому достаточно... Который работает практически с такой же скоростью, как маховик. Которому достаточно небольшого усилия, небольшого быстрого тычка, чтобы он наклонил это дело. Это феноменальный результат на самом деле. Фух, а то. Я сам знаю. Это, собственно говоря, это главная наша разработка. И второе. Вторая наша фишка. Устойчивость мотоцикла имеет одну ахиллесовую пяту. Все мотоциклисты её знают. Если газонюш на повороте, заднее колесо начинает шлифовать, срывается, заносит. И вот в 30-е годы немцы придумали такой интересный мотоцикл. Он назывался Мегола. Или Мегола, я не знаю точно. Так вот, у него мотор был в переднем колесе. И тогда, когда я впервые познакомился с Дмитрием Александровичем, во-первых, я понял, что вот, ребята, моторчик Дуфинова – это то, что нам надо. Но я тогда впервые понял, что нам надо ставить мотор в переднее колесо. Я об этом никому, естественно, не сказал. Первые модели, которые мы выпускали, там были проблемы, скорее, такого патентного плана. Мы делали задние приводные, задние два мотор-колеса. Но вот начиная с седьмой версии, на которой я к вам и приехал, у нас спереди стоит мотор-колесо. Уронить его на бок, в принципе, невозможно. То есть, ну, просто невозможно занести карму. Ну, то есть, фактически, вопросы со сносом задней оси и вот с боковыми? Их просто нет. То есть, они отсутствуют. Понимаете? Вот мы сейчас зарегистрировали в Всемирной патентной организации две заявки. Они уже зарегистрированы, еще не опубликованы. Вот одна из них называется переднеприводной трицикл с наклоняющей подвеской двух задних колес. Это решает множество проблем. Это решает проблему развесовки. Почему? Потому что равномерно распределена сзади система стабилизации, гиростабилизатор, который распределен на два колеса спереди, мотор-колесо. Все это хорошо развесовано. У нас нет утюга сзади. У нас все это очень работает. А во-вторых, ну, его просто... Я падал на бок на нашей пятой модели. Почему? Потому что мы ее испытывали по-всякому. Ну, на самом деле, это делали инженеры-испытатели. То есть я не любитель и не профессионал падать на бок. Но, тем не менее, на бок падал. Здесь, слава богу, нет. Надеюсь, что и не упаду. Потому что... Ну, это просто вот... Если вы покатались на заднем приводном трицикле, вот таком же, да, или просто на заднем приводном мотоцикле, и вы пересаживаетесь на передний приводной мотоцикл, вы ощущаете разницу, понимаете? То есть вы можете совершенно спокойно давить весом. Здесь вы не можете давить весом. Здесь вас страхует гиростабилизатор, да? Вот наша балансирующая система, да? То есть фактически самому добавлять... Вам не надо. Вам не надо. Но зато миллиметровое движение рулем, вы на нужный угол наклоняетесь, и передний привод вас вытягивает туда, куда надо. А вот вопрос возник. Насколько я знаю, вы делали не только электроверсии, но и из двигателя внутреннего сгорания. Да. Вот двигатель внутреннего сгорания, возможно, каким-то образом делает привод на переднее колесо в вашем случае? Или вообще сейчас двигатель внутреннего сгорания не рассматривает? Вряд ли. Вряд ли. Во-первых, он в целом не рассматривается. Ну вот смотрите, да, про двигатель внутреннего сгорания. На самом деле здесь ситуация такая. Когда мы строили нашу вторую модель, которая вот выглядит как танк, вот демонстратор технологий, которую мы показывали всем, наверное, только президенту не показывали, да? Патриарху Кириллу там, ну, все, в общем-то, показали. Она была с двигателем внутреннего сгорания. Но это не важно, потому что мы, это не наша тема, мы этим не занимаемся. Мы занимаемся проблемой, чтобы узкое транспортное средство ездило и не падало на бок. То есть мы не, нам все равно, какой там стоит мотор. Но тогда, когда я познакомился с Дмитрием Александровичем, я понял, что вот оно, во-первых. А во-вторых, тогда, когда мы уже начали работать с китайскими партнерами, то на самом деле история была такая, что мы, естественно, обратились во все компании России. То есть сейчас уже все машиностроительные компании знают практически о нашем проекте. Все выдали отзыв. Мы хотели ее выпустить с нуля, с нашей кабиной, со всеми пирогами и сушеными грибами. Но, к сожалению, оказалось так, что не взялись. Наши не взялись. Нашим не интересно. Кстати, параллель вам с Шиловским, с Петром Петровичем. Зато это интересно китайцам и индийцам. Мы стали искать, кто уже выпускает готовую кабину, которая подходит по параметрам. Оказалось, в Китае выпускается множество таких кабин. Стоит она какие-то копейки, там, тысячи долларов за эту пластиковую коробочку, в которую я сейчас приехал. Мы из нее вынимаем все. Там остается только вот сама по себе кабина, сидение, передняя вилка, и то не вся, потому что передняя вилка серьезно переделана для того, чтобы там стоял мотор. Понимаете? Задняя подвеска снимается вся, целиком. Там у них задний мост шириной метр двадцать два, по-моему. Мы его целиком выкидываем. И, собственно говоря, сейчас он у одного из наших сотрудников лежит в гараже. Он их думает продать. Никто не верит. И мы туда ставим свою систему стабилизации, она начинает кататься. То есть, получается, скажем так, трицикл китайского производства, который берется как донор, изначально он значительно уступает по всем характеристикам тому, что предлагаете вы. Это просто другая... Это другой уровень. Ну, во-первых, они ездят со скоростью там, ну, не больше 50 км в час, иначе просто упадет на бок. Попробуйте в нем повернуть с более-менее скоростью, он тоже упадет на бок. Ну, это разные уровни техники, понимаете? Это просто, ну... Выглядит кабина одинаково, но на самом деле это все полностью отличается. У него, ну, я говорю, передняя подвеска полностью другая, задняя подвеска полностью другая, мотор полностью другой, там, естественно, контроллер от мотора, то есть, стоит мощный там 300 ампер ток, ну, вот, мощный аккумулятор, то есть, ну, в общем... Если уж мы заговорили о скорости, то, я думаю, нашим зрителям будет крайне интересно знать, какую максимальную скорость на той подвеске, которую вы предлагаете и собираете, можно развить на данном типе транспорта. Именно если не учитывать мощность мотора, батареи, то есть... Значит, смотрите, расчетная скорость вот нашего танка, второй версии, которую мы сделали, она была до 170 км в час. С двигателем внутреннего сгорания. То, на чем езжу я сейчас, да, заявленные параметры мотора, это 6-киловаттный мотор, QS Motors, китайский, это порядка 100 км в час. Но на самом деле больше 80 я его не разгонял, просто потому что, жалко, очень дорого стоит, да и страшновато. Вот вы мне зададите вопрос про соображалку, про рефлексы мотоциклиста и рефлексы автомобилиста, вы поймете, почему я это... Вот сейчас вот я к вам ехал из Москвы в Зеленоград, да, я разгонялся, ну, где-то 70 вот так вот километров в час, вот с такой скоростью ехал, мне это комфортно. Я могу нажать на газ, и я поеду со скоростью 100, да, но, ну, вот, во-первых, жалко, во-вторых, страшно. Ну да. Вот, так вот, значит, на самом деле к 16-му году мы сделали наш танк, ну, во-первых, мы сделали 2 прототипа, да, это просто рамы на колесах. Первое мы посмотрели, вот когда мы в начале, в 11-м году мы начали рисовать первые модели, мы посмотрели, когда мы отказались от гиростабилизатора, это уже был от силового гиростабилизатора, это был 12-й год, мы посмотрели, что есть в мире. Мы нашли такой интересный скутер, Макси-скутер, называется Piaggio MP3. Там такой интересный параллелограмм, наклоняется передняя подвеска, сзади одно колесо, спереди два. Собственно говоря, почему наш танк и выглядит сзади одно колесо, спереди два? Сначала это был вот Piaggio MP3, вот в наших старых роликах это есть, вот. Но оказалось, что то, что хорошо для легкого Макси-скутера, то не подходит для большой кабины. Он во многом работает не только за счет подруливания. Во-первых, на двухколесной передней подвеске труднее подруливать. Вы заметили, да, когда вот след от велосипеда, одно ровное – это заднее колесо, одно переднее – вот так вот. Если у вас два колеса спереди, то как бы вы ни делали, подруливание все равно не такое острое, не такое чувствительное, как на… Вот, это первое. А второе, Piaggio MP3, он… Там так рассчитана подвеска, так рассчитан вот этот двигающийся параллелограмм спереди, что очень сильно зависит от веса. А тогда, когда мотоцикл весит, условно говоря, 400 килограмм, у вас эта капсула вот этого гермобиля весит сама 400 килограмм. Вы сидите за дверьми, вы можете внутри болтаться как угодно, ваши 80 килограмм ни на что не повлияют. Понимаете? То есть вы просто не сможете его наклонить. В результате это было неудачное испытание, наш испытатель упал, проскользил, но за счет того, что была двойная усиленная рама, в общем, слава богу, никто не пострадал. И мы отказались от этого, и мы вот как раз пришли уже к компьютеру, к силовому приводу, ко всему тому, что видели на демонстраторе технологий, который мы демонстрировали в 2016 году вот на нашем танке. Это была вторая версия, тогда вот мы подали три патентных заявки, в 2018 году мы три патента получили на нашу вторую версию. А тогда, когда мы начали, это, собственно говоря, был первый этап нашего НИОКР и ПИР. А второй этап начался в 2017 году, тогда, когда мы обратились уже к нашим китайским и индийским партнерам. Мы нашли одну компанию, которая выпустила, собственно говоря, вот вы его видите, вот на чем я сейчас езжу. Это компания, которая нам поставила кабины, и мы на эти кабины навесили все это дело. Но тогда, когда дошло дело до обязывающих соглашений, китайцы сразу так вот говорят, вы нам все раскроете, а мы тогда... Посмотрим, подумаем. Да, 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 мы подумаем, да, 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 мы от этого, конечно же, отказались, но, тем не менее, внешний вид остался тот же самый. Сейчас у нас другие партнеры, собственно говоря, и там уже подписан жесткий МАЮ, сейчас идут вопросы подписания партнерс-агримент, там, обязывающего уже со всеми пирогами, мы, естественно, подали международные патентные заявки, все это через, там, патенты прижаляются в Китае, в Индии, ну, то есть вот так, чтобы уже не дернуться. То есть защита будет полноценная. Но здесь уже и отношение китайцев другое, они уже так думают, так, а подписывать или не подписывать, и чувствуется это довольно инерционный процесс, но опять-таки, ну, коллеги, да, мы с 2011 года в этой теме, понимаете, мы уже потратили столько времени, сил и нервов, что мы дойдем до конца, так что вот это вот, собственно говоря, вот две наши, вот, две наши, два этапа неокры-пир, вот, цели проекта, собственно говоря, ну, они ясны, да, во-первых, да, дорогие телезрители, я не призываю ездить между рядами, ни один мотоциклист никогда не ездит между рядами, понимаете, но, но, вот для полицейских перехватчиков, мотоциклистов, для МЧС, чтобы быстро доехать к месту происшествия, для медицинской службы без эвакуации больного, это самое то, когда мы показывали профессионалам, они говорили, ребята, нам, ну, дайте два, да, вот что они говорили, да, если высказывались какие-то, какая-то критика, то она касалась, ну, вот, к примеру, там, для полиции нужно, чтобы были больше двери для того, чтобы можно было покидать, да, там, транспортное средство для того, чтобы второму номеру расчета было удобнее, но это уже детали, понимаете, вопрос ведь в чем, вопрос в том, что у вас будет круглогодичный мотоцикл, городской круглогодичный мотоцикл, на котором можно ездить по пробкам, наши города задыхаются от пробок, наши города находятся в высоких широтах, у нас постоянно, извините, около нуля, постоянно вот этот дождь, и постоянно доедете вы на мотоцикле осенью до работы. А обратно можете уже и не вернуться. Вот, нет, да просто, ну, хорошо, ну, хорошо, если у вас есть душ, да, на работе, костюмчик, а вот, ну, вот, понимаете, да. На самом деле, я каждый раз, мне искренне жалко всех мотоциклистов, которые попадают в такую ситуацию, когда с утра солнышко светит, на мотоцикле поехали, удовольствие получили, а потом стоим на остановочке, и нервно ждем, когда закончится дождь. Одевая пакет на голову, ну, условно. Ну вот, так вот. Вот, знаете, возник еще один вопрос, Алексей, касательно езды зимой, на скользкой дороге, заснеженной, возможно. Вот довольно узкая колесная база, она все-таки накладывает определенный отпечаток на манеру езды. И насколько удобно и комфортно ездить именно вот в таких условиях? Не комфортно. Все просто. Значит, изначально и в дальнейшем наше устройство рассчитано на езду по дорогам необледенелым, которые залиты вот этим реагентом. Если дорога залита реагентом, то я себя вполне комфортно на нем чувствую. Если гололед, лучше не выезжать. Ну, не надо этого делать. Ну, зачем? Во-первых. Во-вторых, как этого можно избежать? Можно избежать, если поставить туда такую лютую зимнюю резину и шипы. Но опять-таки это палеотив. Если дорога хорошо полита реагентом, если вы живете в одном районе города, вам надо доехать до другого, или если вы живете в Зеленограде, вам надо доехать до центра, то по нормальной укатанной дороге вы вполне стабильно доедете. Это я знаю по своему собственному опыту. Если у вас гололед, не надо выезжать ни на мотоцикле, ни на гиростабилизированном трицикле. Этого делать не надо. Ну, то есть фактически концепция электротранспорта сегодняшнего, она как раз-таки больше городская. И данный тип не исключен. Он так и называется. Узкий городской электрический трицикл с активной системой, с активной цифровой системой стабилизации. Вот. Потом, значит, что есть в мире? Вот из того, что... Собственно говоря, когда мы начинали, уже в мире было несколько разработок. Ну, во-первых, это Toyota iRoad. Они практически в серии. Я сейчас, в принципе, вот кратенько расскажу, потом расскажу, почему мы лучше. Почему мы неизмеримо лучше. Сразу хочется треуголку Наполеона одеть. Вот. Значит, Toyota iRoad уже практически в серии. В Токио уже в качестве арендного автомобиля используется. Nissan Land Glider. Вот. Это... Ее даже показывали президенту. Был какой-то инновационный форум. Мы показывали Nissan, компания Nissan показывала Land Glider. Вот этот вот интересный такой четырехколесный автомобильчик, узкий, который точно так же наклоняется. Точно так же там гироскопы. Ну, все это информационные гироскопы, не силовые. Все эти. Я объяснил, почему они не силовые, да? Вот. Его показывали президенту. Я смотрел, думал, господи, ну у нас же лучше. Ну, вот. Nissan Land Glider. Потом интересная очень такая конструкция. Называется BMW Simple. BMW. И вообще просто в семнадцатом году Peugeot Citroёn выпустил EU Life. Я об этом расскажу отдельно. Вот четыре проекта. И тут нам сразу задают вопрос, что, мол, ну, где Nissan, где Toyota, и где вы, там, кустари-одиночки, там, и прочее, и прочее. Коллеги, опять-таки, вы должны хорошо понимать, что Toyota или Nissan не ставят это на конвейер. Они выделяют десять инженеров. Они дают им обыкновенную лабораторию, испытательный стенд и какой-то САПР, какой-то там Solidworks или там Катя, да. Они рисуют это дело. Они собирают железе, они откатывают на треки, ловят косяки, перерисовывают, и так несколько итераций. У нас было те же самые десять инженеров. В лучшие годы. Сейчас уже осталось меньше. Вот и всё. Мы ничем не отличаемся. Мы точно так же платим своим инженерам, платили своим инженерам. Мы точно так же делали в том же самом софте. Точно так же. У нас не было таких испытательных треков, как в Nissan или в BMW. Но нам они и не нужны. У нас не было базы данных деталей, да, к примеру, да. Но наша вторая модель, наш танк, сделан на 80% из комплектующих автоваза. Это было моё принципиальное решение. Команда разработчиков, что у BMW, что у Toyota, что у нас, в принципе, одинаковая. Мы выполняем одинаковые работы. В принципе, всё ясно. Вот таким вот образом. Вот. Это вот что касается аналогов, что касается того, как вот мы работали, да. Вот. Ну, в конце концов, мы договорились вот с китайскими партнёрами. Бизнес-план сразу сильно улучшился. Ну, представляете, если нам не надо разрабатывать кабину, если... Практически мы делаем один чёрный ящик. Один чёрный ящик и незначительную переделку передней подвески. Ну, вот мы не можем использовать простую мотоциклетную вилку, её просто вырвет. Спереди стоит мотор. То есть, это всё усиленно, это всё такое мощное. Вот. Собственно говоря, мы добились чего? Ну, во-первых, да, мотоцикл у нас, если это пластик, хрустик, да, спортбайк, он примерно 86-90 сантиметров шириной. Если это чоппер, как у меня, по ручкам это метр десять. У нас 96 сантиметров. То есть, фактически он ещё и даже уже, чем классический чоппер-крузер и тому подобное. Уже, чем чоппер. Это, во-первых, в пробках расстояние между машинами, мы проверяли и мерили, метр двадцать. То есть, фактически, метр двадцать это по зеркалам или всё-таки по дверям? Значит, смотрите, зеркала бывают разные. О, это да. Вот у нас сейчас такие ушки кроличьи стоят. Специально, чтобы прижать. По зеркалам у меня сейчас примерно метр. Но если поставить ещё больше ушки прижать, то это будет практически... Ну, вы увидите, что на дверях такие выступы, если мы их впишем в двери, это будут те же самые 96 сантиметров. Вот. То есть, практически мы можем обеспечить возможность полицейским нарядам, перехватчикам или нарядам МЧС ездить в пробках, доезжать к месту происшествия круглогодично. Да? А модели, которые у нас есть, к примеру, у наших китайских партнёров, есть так называемая модель Delivery, да, это для доставки, да. Пожалуйста, она имеет багажник довольно большой. А модель P, удлинённая, у неё два метра длины. В принципе, туда можно положить носилки, можно эвакуировать больного. Коллеги, на самом деле, это нужно, это важно. Мы это понимаем хорошо. Ну, вот меня тоже, опять-таки, вопрос, который мне периодически задают, скажем так, неподготовленные пользователи, да. Говорит, ну, это же длина. Но один из наших предшественников, это такая интересная швейцарская машинка, называется P-Raves Mono Tracer. Тоже выпускалась серийно. Два колеса и такие поднимающиеся колёсики по бокам. Вот. Она имеет 4,5 метра длины и прекрасно ездит, поворачивает абсолютно без проблем. То есть, растягивать длину мы её можем как угодно. Понимаете? Если вы делаете компактный транспорт, вам не надо его делать коротким, как Smart или как Renault Twizy, простите, который у вас стоит внизу, да? Да. Вам его надо сделать узким, потому что вам достаточно длины дороги, у вас не хватает ширины. Это действительно так, и здесь поспорить просто невозможно, потому что, когда особенно многополосная дорога, и есть возможность, в принципе, проехать этим же сотрудникам полиции или другим органам, но они не могут этого сделать, потому что просто по ширине они проходят, собственно, возникает... Нет, конечно, можно всех разгонять кряколкой, но, опять-таки, в стоящей пробке попробуйте вы разгонить этой кряколкой. Это занимает определенное время и порой каждая минута на счету. Это вот что касается движения в условиях заторов, да, для сотрудников спецслужб. Парковка для понималки, да, стандартное парковочное место 6 метров. У нас два наших три цикла паркуются на 4,5 метра. Два с марта можно запарковать на 4,5 метра вот так вот. Ну вот, вот, стоят машины так, вот так вот их можно запарковать в параллельную парковку, но носы будут торчать наружу. А если парковка такая, как, к примеру, вот в подземных паркингах, да, то есть последовательные, а не параллельные, да, две машины стоят вот так вот, между ними наших два-три цикла становится без проблем. А вот два с марта или два твизи становятся так, что один выехать может, а второй выехать не может. То есть по парковке тоже просто вот, ну, это несравнимые вещи. То есть, пожалуйста, парковка у нас лучше, движение в пробках у нас лучше. В случае, если достаточное количество людей пересядут на узкие стабилизированные транспортные средства, мы серьезно уменьшим заторы в городах. Вот представьте, да, мотоциклы могут ехать два параллельно. Мы в два раза уменьшим заторы. Ну, не в два раза, там у нас есть грузовики, фургончики и прочее, но, тем не менее, за счет легковых автомобилей мы серьезно уменьшим пробки. Представьте, сколько Москва, какие бешеные миллиарды тратит Москва на дорожное строительство. Его не надо будет строить так. Поэтому, если гермобиль Шиловского, это была скорее научная разработка, то сейчас у нас это экономическая разработка. Она нужна. Все инженеры, с которыми я разговаривал, все сотрудники специальных служб, они это прекрасно понимают. По большому счету, можно сказать так, что, я думаю, менталитет русского человека не всегда допускает возможность использования маленького, скажем так, условно, транспорта. Хочется побольше, пошире, желательно вообще на батареи ездить. Но, с другой стороны, это действительно очень хорошее решение, и многие прогрессивные города, в частности, в азиатских странах, они уже давно пришли к этому, используют в повседневной жизни. И действительно удобно. Но, по сути своей, у них очень распространены мотоциклы, мопеды, скутеры, но они, как правило, не имеют капсулы. И в их условиях погодных это возможно. А у нас вот как раз камень преткновения, нет, даже нет? У нас кабина, это значит печка. Это значит крыша. Я говорю, что возможно использовать. А у них кабина. Это значит кондиционер. Даже так. То есть, они тоже востребованы, скажем так. Конечно, конечно. Значит, логично. Когда вот у нас есть индийские партнеры, но они намного медленнее, чем китайские партнеры. Вот. Они смотрят, говорят, ребята, дайте два. Но они очень инерционные. Вот относительно китайцев. Китайцы, они сразу, да-да-да, давайте делаем, делаем. Но тогда, когда дело доходит до денег, сразу там, вы нам покажите, что у вас там в коробочке. А мы уже потом решим. Ну, это все понятно. Вот. И, собственно говоря, последнее, о чем я могу сказать, это о том, что покажите, что у вас в коробочке. Есть такой интересный проект. Его сделала Peugeot Citroën. Он называется EU Life. Они получили подтвержденные затраты на этот проект. Вот для понимания, сколько стоят аналогичные проекты. Они получили грант от Евросоюза. 7 миллионов евро. Вот. Это серьезно? В 16-17 году они выпустили это дело. И на... Есть такое издание «Профессионалы.ру». Вот. Они сравнили нашу конструкцию и их конструкцию. Прямо вот фотографии. Одна, вторая, третья, четвертая. Когда-то наш проект был секретный еще в 16-м году. Это была коммерческая тайна. Вот. И мы нескольким экспертным группам раскрыли наш секрет. У нас есть все основания полагать. Мы об этом писали. Есть документы в 16-м году, направленные в соответствующие инстанции. О том, что наши чертежи были позаимствованы. Смотрите. Вот. Но опять-таки, коллеги, да? Вот о том, почему мы дальше. То, что выпустила «Тежо Ситроен», это наш уровень 16-го года. Все аналогичные конструкции — это наш уровень 16-го года. Это силовые приводы, которые в лучшем случае используют вот эти рефлексы, вот эту базу данных. Но все, что касается вот этой вот точной механики, все, что касается электроприводов, всех вот этих вот вещей, мы однозначно эволюционно намного дальше продвинулись. Для понимания, вот тот танк, который вы видели, да, он примерно аналогичен, там, «Тойота Аэрод», «Ниссан Лэнглайдер», да, вот он аналогичен вот этим конструкциям. «Пежо Ситроен», вот этот «Иу Лайф». У нас это наша вторая версия, а я сейчас езжу на седьмой. И то у нее наклейка сзади, седьмая версия, а на самом деле она восьмая. Даже так. То есть мы эволюционно находимся на много более продвинутой стадии, чем вот… Фактически вы выдаёте итерацию за итерацией и постоянно вносите изменения. Да, мы постоянно вносим изменения. Вот там как раз вот этот наш «Винглет», вот там как раз вот эта наша сокровенная тайна, наш вересковый мёд. Вот таким вот образом. Это очень интересно. Вот, собственно говоря, мой рассказ. И давайте мы вернёмся к вопросу, который вы предлагали оставить на потом. Чем отличается логика автомобилиста от логики мотоциклиста? Ага, поскольку у меня эта логика присутствует в двух ипостасях, да, так вот смотрите, да, мотоциклист, он ездит… Ну, автомобилист ездит на автомобиле, он не понимает, как вообще ездить на мотоцикле. Он может ездить на велосипеде, в принципе, он довольно быстро может научиться, но тем не менее, мотоциклист ездит за счёт подруливания, да, за счёт… Ну, мотоцикл наклоняется за счёт подруливания. Есть такое интересное понятие «трейл», да, вот расстояние спереди наклоняется туда-сюда. Вот, и за счёт переноса веса. Вот, да. За счёт переноса веса. Вот за счёт этого мотоциклист наклоняется. Поэтому, когда мы садимся на вот такое… На транспортное средство с активной системой стабилизации, то получается что? Вот мы едем, едем на машине, компьютер показывает, что опаньки, можно включать систему стабилизации. Набрали скорость, да? Нажали кнопочку, включилась система стабилизации, и человеку надо мгновенно переключить свой рефлекс автомобилиста на рефлекс мотоциклиста. Это первая проблема. И это трудно на самом деле. Почему? Потому что вот у тебя есть два тупых выученных рефлекса. И переключиться между ними, вот построить этот интерконнектор, это трудно. Это во-первых. И во-вторых, с чем столкнулись инженеры-испытатели? Ну, действительно, профессиональные инженеры-испытатели и сертифицирующие организации, не наши, не российские, да, которые испытывали наше дело, на наши вот системы стабилизации, они столкнулись с тем, что мотоциклист инстинктивно пытается, дёрнуться инстинктивно пытается перенести вес. А здесь это делает система гиростабилизации. То есть здесь у тебя должен переключиться рефлекс, мало того, мотоциклиста, у тебя должен включиться рефлекс переноса веса. То есть фактически два в одно. Да. Вроде бы, как в автомобиле не нужно ничего делать, кроме поворота руля, да? Но с другой стороны ты должен ощущать, что тогда, когда вот у тебя есть вот эти миллиметровые движения рулём, что он реагирует, и что он тебя уже наклоняет, и не надо туда давить весом. Это, ну, просто бьёшься головой об дверь, и, ну, понимаете, да? Ну да, как бы, не очень. То есть для человека, который учится с самого начала на это дело... Ну да, это допустимый москвич. Да, это нормально. То есть он научился. А вот переучиться мотоциклисту, у которого уже выработались рефлексы, особенно на тяжёлом мотоцикле, это отдельный квест. Да, неправильная задачка. Вот, собственно говоря, этот вопрос о том, почему у нас есть один умный, но тормоз в голове, а второй, вот, быстрый, но, так сказать, туповат. Вот таким вот образом. И почему система реального времени так работает? Это очень интересно. Это действительно очень интересная техника, и я думаю, многие из наших зрителей просто будут требовать, что мы продемонстрировали, как она едет. Я к вам приехал из Москвы сюда. 43 километра вроде как у меня там по навигатору было. Кстати, а насколько хватает пробега на существующие батареи? Там стоит батарейка 91 Ач. Хватает её, по идее, на 140 км. Я сейчас доехал из центра Москвы до вас. Я живу на проспекте Мира, доехал до вас. У меня осталось, по-моему, 78% заряда. На один день как раз вот 6-киловаттным моторчиком, чтобы хватило вот так вот покататься на этой расчёт. Но опять-таки, места там куча. Пожалуйста, мы можем поставить там любого размера батарейку, и он будет там проезжать. Но понимаете, коллеги, в чём дело? Да, эти батарейки денег стоят. Да. То есть основные затраты на самом деле здесь, да, если знать вот наш секрет вот нашего венглета, который стоит внутри чёрного ящика, то это всё недорого. Кабина копейки, наша механика копейки там, софт воруется. Конечно, нет, но тем не менее, мы не собираемся за него ломить, да. Компьютер, вот практически, вот мощность. Понимаете? Ну, там помощнее стоит. Причём там же дублированное всё, сами понимаете. Да, там две батарейки, одна большая, другая слабенькая, для того, чтобы если основная отключилась, чтобы вы на бок не упали. То есть вот всё это... То есть всё продумано. Да, конечно, всё это дублировано, но тем не менее, сколько стоит ваш планшет? Да вы их меняете раз в год, да. Вот, а вот батарейка, да, вот 90-амперная, 90-амперчастная батарейка стоит 1000 евро. Понимаете? Там две батареи, там в два раза увеличите, вот, пожалуйста. Вот стоимость. Вот для понимания, в Китае наши партнёры говорят, что вот такой же аналогичный, вот то, из чего они собираются делать нашу конструкцию без гиростабилизации, у них стоит 3000 долларов, Enterprise. Ну, там просто получше... Есть и по полторы, но там получше кабина, там всё-таки, ну, там, ну, сами понимаете, есть такое, на чём вообще ездить. Вот мы, когда получили эти первые два-три цикла, мы посмотрели на эти кабины, мы заплакали. Там едешь и видишь, как вращается переднее колесо через дырки. Понимаете? Вот мы очень сильно их переделывали. Вот там получше всё-таки кабина, вот 3000 долларов это стоит. Вот если без системы стабилизации. Системой стабилизации, они посчитали, Enterprise получается, конечному потребителю, она обходится в 5000 долларов. Всё. Если мы его импортируем сюда, то по нашему опыту это 10 тысяч долларов. Если бы мы его выпускали здесь, вот у вас, допустим, да, если бы кто-то взялся, это было бы те же самые пять. Да. Понимаете? Вот вам экономика, да, вот вам экономика импорта, вот вам экономика выпуска на месте. Вот таким вот образом. Ну, вот к вопросу выпуска на месте или, так сказать, за границей. Возможно ли на сегодняшний день приобрести ваше решение в личное пользование обычному человеку? В настоящее время невозможно. У нас подписан и мою меморандум взаимопонимания подписан с китайцами. Сейчас идут очень сложные переговоры по подписанию партнерского соглашения по инвестициям в производство. То есть они, ну, я же говорю, они просят просто открыть. Открыть черный ящик. В случае, если мы не договоримся, он просто не будет выпущен с этими партнерами. Но благо в Китае большая грядка таких аналогичных. То есть там мы можем выбирать. То есть в конце концов, в случае, если вообще не выберем, ну и ладно, тогда он просто не будет выпущен. Но у меня такое впечатление, что все-таки мы договоримся до чего-то разумного, доброго вечного, вот я себе вижу горизонт. Сейчас серийная модель уже разработана. То есть, пожалуйста, это наша система стабилизации уже вписана в чертежи китайцев. Она уже оттестирована на этих транспортных средствах. Оно все, в общем-то, уже готово. Оно готово к выпуску. То есть и сертификация соответствующая. Сертификация. У нас есть сертификаты только единичного устройства. Я понял. Сертификация типа будет тогда, когда мы раскроем технологии нашим китайцам. Но опять-таки, так как это сертифицируется в азиатских странах, так как это сертифицируется в Китае, я не вижу таких непреодолимых серьезных проблем для того, чтобы сертифицировать. Мало того, я не сталкивался пока еще с сертификационными органами в нашей стране, по сертификации типа. В случае, если бы, допустим, мы шли в партнерство с какой-нибудь крупной российской корпорацией, я уверен, что тоже было бы отношение лучше, скажем так, чем к простому самодельщику кустарю без мотора. Но наши китайские партнеры имеют европейские сертификаты, у них есть производство в Европе, в Индонезии, в Малайзии. Представляете, такая небольшая китайская компания с программой выпуска, 175 тысяч разных трициклов. Очень даже ничего. Поэтому, понимаете, в чем еще проблема выпускать здесь у нас? Допустим, мы собираемся и мы выпускаем с какой-то корпорацией, мы выпускаем этот трицикл. Он очевидно нужен. И есть предприятия, которые говорят, что давайте посмотрим, что из этого можно сделать. Буквально я сейчас должен поехать через некоторое время на одно из таких предприятий. Но, коллеги, представьте, мы выпустим, допустим, серию 2000. Серия 2000 у нас нормально будет продаваться здесь, в России. То есть по нашему рынку. Вообще, конечно, маркетинговое исследование – это отдельная картина маслом. Если захотите, потом отвечу на вопрос. Но, допустим, мы будем выпускать 2000 в год. После этого приобретается один нашими китайскими партнерами. Он даже не вывозится. И все. А там 175 тысяч. И через некоторое время здесь образуется волна. И все. И наши 2000 мы просто вылетаем в трубу. Это можно делать только тогда, когда есть соглашение с Торгово-промышленной палатой Китая. Только тогда, когда есть соглашение, возможно, с какими-то нашими аналогичными органами. Тогда, когда есть китайские патенты. И тогда, когда есть китайский партнер, который идет на совместные инвестиции. Не просто так, давайте я буду выпускать, вы платите, а я вам буду выпускать. Ну да, это значит, что он один для нас, ты для себя будешь выпускать. Конечно. Только тогда, когда это совместные инвестиции. Только тогда, когда это действительно, когда китайские партнеры понимают, что эти разработки стоят денег. Они это хорошо понимают. Но пока еще надеются на то, что они могут это получить задешево. Ну это нормально, с ними всегда такая история. Поэтому я желаю вам успеха. И я думаю, что все обязательно получится. Мы сможем каждый приобрести подобный вид транспорта и получить максимальное удовольствие от его использования. Я тоже в это верю. В таком случае, я предлагаю переместиться все же на улицу и познакомиться поближе с этой чудо-техникой. Давайте. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»